итак я продолжаю серию рецептов из индейки вкусных полезных и самое главное интересных у меня филе грудки индейки марки инди как вы уже поняли что это моя любимая марка и мы все прекрасно знаем что индейка гипоаллергенное мясо и прекрасно подходит для детей даже для первого мясного прикорма а также я всегда как повар рекомендую его употреблять женщинам во время беременности потому что в нем большое содержание железа которого как раз в этот период и не хватает я использую конечно же охлажденку если у вас нет охлажденки вы можете использовать заморозку здесь конечно определенные условия у каждого из нас существуют так вот я сейчас планирую делать фрикадельки смотрите что я приготовил мясорубку и соответственно для того чтобы начать использовать мясорубку для приготовления фарша из индейки нужно обязательно нарезать ее кусочками которые бы мясорубка с легкостью могла провернуть превратив ее в настоящий вкусный фарш стараемся не порезать пальцы потому что тогда железо который есть у нас крови стечет и нам придется снова есть индейку у меня нагревается сковорода сразу же она мне понадобится для того чтобы обжарить лук 1 луковица больше не нужно я хочу сохранить тот нежный аромат индейки которым она обладает большое количество лука может конечно превратить ее в какую-нибудь домашнюю котлету а я хочу чтобы у нас были нежные фрикадельки обжариваю добавив небольшое количество растительного масла и пока лук у нас обжаривается проворачиваю первую часть фарша лук сильно обжаривать не нужно нужно слегка лишь спастировать его чтобы ушел яркий аромат и сразу же отправить его в мясорубку вместе с остатками мяса то есть лук нужно не вначале в конце отправлять в мясорубку в середине и так фарш готов мясорубку я сразу уберу чтобы она мне не мешала фарш нужно обязательно добавить соль обязательно черный молотый перец как я уже говорил в своих предыдущих роликах перца не жалейте потому что именно из-за большого количества черного перца любые котлетные котлетно-фрикаделечные изделия будут яркими и очень ароматными фарш индейки довольно клейкий не переживайте что у вас там что-то где-то не будет держаться он может вообще сюда можно напихать чего угодно и котлеты будут очень вкусные так смотрите буквально чайная ложка соевого соуса так как на заводе индейку не прокалывают водой поэтому я могу себе позволить добавить туда немного вкусного индюшачьего бульона который у меня вот здесь утварится если вы не имеете индюшачьего бульона то добавьте может быть какого-то другого говяжьего или куриного я бульон добавляю для того чтобы подчеркнуть вкус индейки не усилить влажность понятно что птица все равно сочно как бы ее там не сушили или не морозили у птицы все равно мясо всегда было клейким влажным и сочным еще очень важный элемент который нужен для фарша и в частности для моих фрикаделек это сливки сливок буквально наверно 50 граммов будет достаточно для того чтобы сделать фарш вкусным таким сливочным молочным насыщенным теперь все перемешиваю я не часто кладу специи фарш потому что не очень люблю когда там перебор там некоторые кладут и зиру и мускатный орех еще что-то я хочу все-таки сделать такой скажем приближенный к натуральному вкусу так фарш у меня готов чуток соли вкусно уже можно сырым есть так чуток смотрите у нас соевого соуса было совсем немного поэтому фарш остается розовый они черные если переборщить его да и все-таки соевый соус как я уже говорил не раз служит для усиления вкуса а не для того чтобы посолить фарш или покрасить его так фарш мне готов все теперь переходим к секретному ингредиенту секретный ингредиент это сыр смотрите я взял обычный голландский без яркого запаха вкуса отрезаю крайнюю хотел сказать плоть край отрезаю крайнюю часть он по вкусу нейтральные очень подходит для мяса индейки нарезаю кубиками небольшими вот так вот так и вот теперь у меня есть вермишель тонюсенькая такая вермишель паутинка которая наверное которые любят все не только взрослые но и дети я эту вермишель высыпаю на дно керамической емкости и формирую фрикадельки руку нужно обязательно намочить для того чтобы фрикаделька но не прилипала к руке она будет такая довольно большая пальцем левой руки соответственно делаем углубление берем кусочек сыра и залепляем его внутрь фрикадельки об смотрите фарш клейкий когда у нас рука мокрая ведь он должен стать таким вот глянцевым блестящим намочиться тогда будет плотная пленка которая будет держать сыр внутри расплавит его при приготовлении и выкладываем фрикадельку с кусочком сыра внутри прямо сюда на вермишель остальное делаем точно так же как только все фрикадельки с сырным центре кому леглись на подушку из вот этих вот тонких макарончиков нужно сделать заливку во первых нужно налить 10 процентах сливок прямых можете не жалеть граммов 150 теперь сюда нужно добавить обязательно аджики смотрите на мне такая в пластиковой банке почему потому что домашняя сделанная вручную значит если аджика острая много не добавляйте я вот буквально треть столовой ложки размешиваю в сливках аджику добавляю сюда соль нам ведь нужно чтобы у нас макарончики то просолились но что фрикадельки посолены остались макароны теперь все заливаю этой жидкостью смотрите в процессе того как у нас фрикадельки будут стоять духовке макароны должны свариться макаронам нужно примерно 10 минут именно поэтому я взял очень тонкую лапшичку паутинку помимо всего прочего я сюда еще хочу добавить немножко воды потому что тот объем слива как только макарон начнут привариваться вот эта клейковина который там есть она начнет собирать на в себя воду поэтому сливок недостаточно будет одних воды много не лейте смотрите у меня вся конструкция покрывает примерно фрикадельки до половины нужно учесть тот факт что при приготовлении из мяса индейки тоже будет выделяться соки мясные соки это все будет смешиваться вывариваться и получится очень крутая подлива в одном котелке вместе с фрикадельками меня духовка разогрета до 220 градусов я ставлю туда фрикадельки в керамической емкости на 15 минут а там посмотрим время закончилось пора вынимать фрикадельки смотрите какие получились симпатичные теперь нужно дуся конечно получились симпатичные я понимаю что они пахнут вкусно так возьмем небольшую тарелку самую красивую которую можно найти у меня дома и аккуратно внутри вынимаем фрикадельки вот выкладываем и соответственно макарошки которые у нас здесь на дне пропитались соками и сливками их нужно немножко так перемешать главное не передерживайте а то они могут перевариться и употреблять их нужно сразу же иначе застынут потому что у нас же макарошки эти получаются об вот сюда вот мы их выкладываем класс и мы конечно же хотели посмотреть что же произошло с сыром внутри есть маленькая досточка ой вкусно как попробовал макарошки снизу они остренькие такие пряные разрезаю фрикадельку тогда дам 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 опа смотрите какой сырок подтаял нежный мягкий вот он фрикаделька видите вся полностью приготовилась класс это это великолепно это может быть не так красиво как какие-нибудь высокие французские блюда но это просто великолепно приятного аппетита друзья мне пора идти